Между тем, украинский вопрос, как уже известно, не будет основным на предстоящем саммите Восточного партнерства в Бельгии в эту пятницу. Речь прежде всего о сотрудничестве группы постсоветских государств с Евросоюзом. На форум отправится и делегация из Минска. Как могут развиваться отношения Беларуси с ЕС, в преддверии саммита активно высказываются официальные представители европейских государств. Общее настроение, стороны обоюдно заинтересованы в устранении всех противоречий. В Беларуси восточное партнерство – это очень важно для вашей страны. Мы, естественно, учитываем и уважаем давние исторические связи между Беларусью и Россией. С другой стороны, мы рады, что Беларусь ищет и другие страны в качестве своих партнеров. Выходит на международную арену в других видах сотрудничества. И, разумеется, дружить нужно со всеми. Это поможет вам продвигать экономику и, соответственно, благосостояние народа. С вопросом, какой интерес друг для друга представляет Минск и Брюссель, мы обратились к кандидату политических наук, профессору шведского университета в городе Гёте-Борг, с Грэгом Букинг-Кнаппом. Мы связались по скайпу. Мы фиксируем значительное улучшение отношений между Беларусью и Евросоюзом. Для ЕС Беларусь представляет интерес еще и как член таможенного Евразийского экономического союза. Ваша страна отличается стабильностью бизнес-климата. Это сегодня очень актуально, и особенно с учетом реализации тех 20 целей, которые были поставлены перед восточным партнерством ранее. Среди них стимулирование развития экономики с учетом поддержки частного предпринимательства, повышение качества государственного управления. Особое внимание будет уделено упрощению визового режима, а также и молодежной политики, а именно развитию международных обменов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...